Друзья, всем привет! Меня зовут Станислав Орехов. Сегодня у нас отличный день. У нас сегодня суперэксперт по свету. Это Руслан Ганиев, представитель компании R-Live. Ребята были у нас на дизайн-конференции в прошлом году. И вот сейчас мы решили провести еще одно такое включение. Такое, можно сказать, занятие удаленное. Потому что тема со светом, она очень важна. Она очень детальна и постоянно все меняется. Каждый год выходит что-то новое. И вот я знаю, что несколько лет назад там еще не было, допустим, светодиодов вот таких. И решений, которые есть сейчас. А сейчас уже они есть и уже повсеместно применяются. И о том, как правильно применять, как правильно работать со светом, мы сегодня поговорим. Руслан, скажи, пожалуйста, что у вас за компания, чем вы занимаетесь, в чем ваш основной профиль? Компания R-Live, она занимается тем, чтобы поставлять светодиодное оборудование. И все, что с этим связано, это контроллеры, блоки питания, управление светом. Там очень большой выбор светодиодных лент, алюминиевого профиля для охлаждения, светодиодных лент. И как уже, и не просто для охлаждения, а уже как элемент дизайна, тоже алюминиевый профиль. В основном это получается светодиодные ленты и сопутствующие товары материалы. Ну и светильники. Светильники. А светильники как выглядят? В основном это, конечно, у нас трековые системы и встройка, техничка, скажем так. Техничные системы. Люстры у нас таких классических, там много рожковых, у нас, конечно, такого нет. То есть вот то, что мы видим сейчас на стенде, это ленты, да, это разные трансформаторы и профили, встроенные это основные вещи. Да. У дизайнеров есть вопросы, да, и я сегодня буду как дизайнеров их задавать. Первое, чтобы было понятно, что у нас отличает хорошую ленту от плохой ленты? Как понять, что лента хорошая или плохая? Какие есть вообще критерии? Этих критериев несколько. Один из самых важных это индекс цветопередачи. Вот здесь вот он указан. На каждой упаковке он обязательно должен стоять, если это лента люкс-класса. Индекс цветопередачи это то, насколько правильно и корректно мы видим цвета при освещении вот этой светодиодной ленты. Хороший индекс цветопередачи считается 85. Отличный индекс цветопередачи это 98. У нас есть светодиодные ленты как 85, так и есть светодиодные ленты с индексом цветопередачи 98. Куда такие используются? Где 85, где 98? Для закарнизной подсветки, для подсветки мебели, для создания светодиодных светильников из алюминиевого профиля, скажем, для общего освещения вполне достаточно индекса цветопередачи 85. Если это у нас детская комната, кабинет, где мы много работаем, если работаем с красками, где у нас много цветов, полутонов, то в этом случае, конечно, лучше индекс цветопередачи 98, чтобы более качественно видеть все эти цвета и как бы как они отражаются. Еще раз подытоживаю, 98 это максимальный цветопередача, похожий на солнечный свет, и приходит там, где нужно сосредоточиться, работать на этом. Где дети делают уроки, кабинетная история, а закарнизный свет может быть 85, это тоже отличный цветопередача. Как вы сказали, это вот как примерно в пасмурной день, солнце все равно не дает 95. Да, в этом случае, да. Отлично. Что еще? Первая цветопередача, на что большее внимание. Что еще? Следующее это бин-код. Он также всегда указывается на катушке. Вот на данной светодиодной ленте бин-код 60D. Это что означает? Что все светодиоды этого артикула с бин-кодом 60D будут абсолютно одинаковые. Их сортируют по яркости, по цветовой температуре, плюс-минус 50 кельвин. То есть не будет у вас такого, что вы сделали светодиодную подсветку, и у вас часть светодиодов более желтая, где-то зеленоватый оттенок. Или когда особенно RGB ленты применяются, вы начинаете ими управлять, и у вас не одновременно все светодиоды управляются. Какие-то более зеленые, а какие-то менее зеленые. Все светодиоды в ленте должны быть одного бина, да. Абсолютно одинаково подобранные. Это делает только люкс-класс. Ну как бы только на лентах люкс-класса. Если бин-кода на упаковке нет, и индекса цветопередач, эта лента в принципе не может считаться люкс-классом. Итак, вторая часть, это чтобы все светодиоды были равномерные, и за это отвечает вот этот вот бин-код, да. Какие бывают еще бин-коды? 64 еще какие-то? Их очень... Какой правильный? Они все правильные. Это просто, вот, например, если у нас светодиодная лента, да, вот здесь диапазон световых температур 5800-6500 кельвин. Бин-код 60D говорит о том, что в этой катушке световая температура 6000 кельвин. И то есть все светодиоды будут 6000 кельвин плюс-минус там 50 кельвин. А если этого кода нет, то значит, это не обязательно, да? Если этого кода нет, то это не наша светодиодная лента. А, это только вот ваша разработка, да, получается? Она не наша разработка, но в эконом-сегменте это просто вот корректируется более четкая световая температура. Видите, вот 5,8, 6500, а здесь будет 6000. Вот эта лента, именно которая сейчас здесь в упаковке, она 6000 кельвин. И все светодиоды будут абсолютно одинаковые. И таких бинов получается в каждом артикуле 5. А бин это что такое? Что это такое за штука? Это просто какой-то индекс или что это? Ну, цифровое значение. Берут светодиоды и сортируют их на 5 групп. А, уровень качества получается, да? Это калибровка. Вот как обои бывают, да, вот одной партии. Вот вы закупаете обои на объекты, они должны быть всей одной партии. Вот это также бин. Все светодиоды полностью абсолютно одинаковые по цвету, по цветовой температуре, по яркости, там вплоть до 2-3 люмин. И все они в кучку сгриппировались, из этой кучки потом произвели светодиодную ленту. Отлично. Два параметра, да? Уже еще что-то есть, что отличается? Следующий параметр достаточно важный, но он уже такой более, как бы сказать, это толщина. Во-первых, шлейф должен быть медный, на который крепятся светодиоды, светодиодные ленте. Почему? Потому что медь очень хороший теплопроводник. А шлейф на светодиодной ленте, это самый первый теплоприемник, который снимает первое тепло с кристаллов. То есть с обратной стороны, да, он должен быть? Нет, он весь медный идет. А, весь? Да, весь медный. Вот это все медь, просто она как бы покрыта белой маской, с обратной стороны двухсторонний скотч. Но шлейф идет медный, абсолютно полностью медный, чтобы снять первое тепло с кристалла. Если кристалл будет перегреваться, он будет выходить из строя. Он начинает моргать. Наверное, встречались уже, что когда светодиодная лента вот так начинает моргать. И потом погасает. И потом погасает. Это от перегрева. Это от перегрева, в первую очередь от перегрева. Если шлейф у вас сделан не из меди, а из обмедненной алюминиевой фольги, то индекс светопередачи у нее гораздо хуже. Светодиод перегревается и все, и наступает ему. Как понять, есть какая-то маркировка, что из меди, либо просто нужно правильно производить или покупать? Надо ее, первое, это руками. Медь, она будет более плотная и более твердая. Алюминий, он более мягкий. Если шлейф прям тоненький, мягенький, как бумага, то вы рискуете, что светодиодная лента скоро выйдет из строя. То есть алюминий не берем, берем медь? Да. Многих дизайнеров волнует вопрос, можно ли использовать люминесцентные лампы, вместо них светодиодные. Я был в Италии, и там архитекторы работают с общественными интерьерами и используют на каких-то объектах, там более 50 метров, люминесцентные, да, а на маленьких используют светодиодные. Расскажите, сейчас, на данный момент прогресс пошел вперед, и, наверное, есть светодиодные лампы, которые полностью заменяют люминесцентные в плане закарнизной подсветки, чтобы использовать это не как декоративное освещение, а как полноценное освещение вместо люстров, допустим, или вместо общего света. Можно ли это делать? Да, конечно, можно. Уже существуют светодиодные ленты, которые будут в два раза ярче, чем люминесцентная лампа, и вы вполне можете их применять в закарнизной подсветке, и это будет полноценное основное освещение. Я так понимаю, что практически каждую ленту, еще один миф, да, который, некоторые электрики говорят, что димировать нельзя, да, или когда димируешь, возникают какие-то проблемы, помехи. Значит, можно ли димировать, насколько это безопасно, первый вопрос. Второй вопрос, цветопередача закарнизная, да, какая должна быть, какая может быть, ну, не страдает ли от того, что отраженный свет. И третий вопрос, это можно ли менять, вот я вижу здесь, там, вот, условно, от холодного к теплому свету, и как это делать, что для этого нужно? Конечно же, димировать светодиодную ленту можно, просто для этого нужно хорошее, качественное оборудование, такое, как вот, например, выпускает компания Орлайт. Это как раз вот у нас диммер-выключатель с ЭК-датчиком. Датчик работает в таком плане, вы махнули рукой, свет включился, махнули еще раз рукой, против датчика, да, 1,6 сантиметра. Даже не нужно нажимать на кнопку? Не нужно нажимать, не нужно прикасаться. Еще раз махнули рукой, датчик, свет выключился. Поднесли руку к датчику, и начинается яркость, больше или меньше. Диммируется вплоть до нуля, без всяких мерцаний, дребезжаний и так далее. Для этого нужны просто хорошие, качественные контроллеры, которых существует уже большое количество, разных видов. Что такое? Контроллер это непосредственно тот прибор, который уже управляет светодиодной лентой. То есть он запитывается от блока питания, схема идет так, значит 220 вольт, потом дальше эти 220 вольт приходят на блок питания, блок питания запитывает контроллер, и уже из контроллера провода идут на светодиодную ленту, которую управляет непосредственно контроллером. Давайте подытожим, как я понял, то есть есть светодиодная лента, мы ее выбираем по мощности, нужно ли диммировать ее или не нужно, мы решаем с помощью диммера, выключателя и датчика. И есть еще блок питания, который нужен, сколько нужно блоков питания на метр, как оно вообще считается, как понять? Блоки питания, значит, рассчитываются очень просто. Сколько потребляет один светодиодный метр светодиодной ленты, если он потребляет 14 ватт на метр, у нас 10 метров, например, светодиодной ленты, значит это будет 140 ватт и плюс 30% запас. Значит 140 плюс 30%, вот в идеале 200 ваттный блок вам вполне подойдет. Заканчивая с светодиодной подсветкой, мы вот уже за кадром считали, примерно, да, если 30 метров у нас закарнизного света, ну, стандартная комната по периметру, вся эта лента с цветопередачей 85 качеством и с возможностью диммирования и с возможностью изменения световой температуры, да, обойдется нам примерно в полторы тысячи за метр. Да, примерно. Все оборудование вместе, это три где-то блока питания. Один-два диммера, да, просто по мощности. То есть, в целом, если вот 30 метров, можно рассчитывать, чтобы быстро считать, просто прикинуть это полторы тысячи рублей за метр за границной подсветки. Все супер, зафиксировали. Давайте теперь с профилями посмотрим, да, вот у вас есть еще одна интересная конструкция, да, скажите, что это такое, да, это вы выпускаете, кто это делает, как это используется? Это делает компания Клуз, значит, Варшава, Польша. Мы являемся эксклюзивными дистрибьюторами на территории России. Это очень такая компания, которая продает профиль по всему миру, они продают и в Австралию, и в Соединенные Штаты, и по всей Европе. Профиль позволяет внутрь вставить светодиод, да, и смонтировать его в какую-то поверхность, и сделать рассеиватель, чтобы он, ну, чтобы топчик не было видно. Да. Вот для чего какие, какие самые распространенные, буквально там парочку покажите, каких-нибудь самых любимых или самых интересных. Самые распространенные, например, вот для подсветки рабочей зоны кухни, это вот такие вот очень тоненькие элегантные профилечки. Но у этого профиля, как бы, здесь будут видны точки от светодиодов. Точки не должно быть видно. Чтобы не было видно точек, просто делать такой же профиль, больше по высоте. Вот это основная разница. Если расстояние до экрана маленькое от светодиода, будут видны точки в любом случае, чтобы мы не делали. Значит, расстояние должно быть 1,6, 16 миллиметров, грубо говоря. 16 миллиметров. Да, тогда точек уже видно не будет, это точно. Я могу сказать, это одна из основных ошибок и проблем, когда выбираем именно профиль, да, либо вообще без профиля делаем. Получается, что светодиоды, они получаются такой расческой. Очень часто можно видеть, особенно лестничный просвет, когда идет, а на лестнице мрамор, допустим, он глянцевый. И вот ты идешь, и у тебя вот эти вот точки, это не то, как должно быть. Должно быть равномерное, невидимое, сами точки не должны быть видны. И вот для таких целей используются профиля вот такие или выше, да, вот я еще вижу, есть еще больше. Есть еще больше, да. Ну, вот, например, если как вот, как раз ступеньки, очень хорошо применяются, которые монтируются внутрь ступеньки. То есть он врезной, достаточно хорошей глубины, и уже точек видно не будет. Что еще? Вот я вижу, тройной есть какой-то для чего? Это в основном у нас для мебели. Это производство, это как бы... Что с мебелью делается? Подсветка мебели, также можно рабочую зону кухни, шкафы, гардеробные системы. Причем этот профиль, он как бы монтируем закладную, потом сюда мы монтируем светодиодную ленту. Все, что нам нужно, потом это дело защелкнуть. То есть это не надо уже ничего ломать, если вдруг что-то произошло. Чтобы произвести сервис оборудования, ну там вдруг, мало ли, там перегорелась светодиодная лента. Она не нужна всю конструкцию разбирать и ломать. Мы ее просто отщелкнули, провели сервис и поставили все обратно. Также есть очень интересные профили для ванных комнат, например. Профиль, который при герметизации правильным герметиком. А если вы делаете герметизацию любого светодиодного оборудования, обязательно должен быть герметик PH нейтральный. В любом случае, если вы только применили кислотный герметик, кислота съедает люминофор и светодиоды выходят из строя. Поэтому на это всегда нужно обращать внимание. У вас есть в комплекте? Есть, да. Специальный герметик для светодиодных лент. Такие тонкости можно и не знать. Хорошо, что эксперта советуют. Давайте, чтобы зафиксировать, для тех, кто не знает или пока не пользовался, как можно применять светодиоды? Можно ли их просто наклеить, вот такую ленту на гипсокартной, либо положить куда-то? Или обязательно нужно профиль использовать? В каких случаях можно просто наклеить, если можно? Я понял. Значит, если у нас светодиодная лента до 10 ватт на метр, дополнительное охлаждение не обязательно. Но мы уже на 10 ваттах, мы уже его рекомендуем. Если 14 ватт на метр и все, что пошло выше, дальше, это обязательно дополнительное охлаждение. Это может быть как алюминиевая полоса, так и алюминиевый профиль. То есть, если у нас видно, алюминиевый профиль в основном применяется для того, это уже как элемент дизайна получается. Или для подсветки мебели, чтобы не просто ленточка была, а чтобы это было выглядеть как тонкий, изящный, элегантный светильник. Сколько стоит алюминиевый профиль примерно за метр в среднем? Самый распространенный, наверное, где-то в районе 1000 рублей. То есть, еще 1000 рублей. Да. Отлично. И закарнизная подсветка может быть без профиля, если она не сильно мощная. Или сильно мощная уже обязательно? На закарнизную подсветку мы не рекомендуем ставить профиль, потому что как бы это достаточно дорого. Достаточно просто алюминиевой полосы, которая стоимость порядка 50 рублей за метр. То есть, охлаждение будет полноценное, мы светодиодов не видим, потому что оттуда идет только свет. И как бы не сильно влияет на стоимость проекта. Дополнительные 50 рублей. Для закарнизной подсветки мы берем 1500 за метр, плюс 50 рублей обязательно для охлаждения. Профиль этот не нужен. Профиль очень сильно поможет, когда у нас нужна защита от влаги, либо просто аккуратно. От влаги, от пыли, да. И либо где видно светодиодную ленту, где мы ее видим, чтобы сделать... Для шкафов, для ванных зон. Я знаю, что еще, вот, может кто-то посмотреть, для улицы еще есть, да, что по нему даже можно ездить на автомобиле. Да, профиль для того, чтобы монтировать его в брусчатку. Если его правильно загерметизировать, правильным герметиком будет IP67, и выдерживает 2 тонны на 1 метр. IP67, значит, он не промокает. Ну, то есть, не пропускает. Как делается? Здесь герметик, здесь специальный паз, и он, получается, герметизируется, и вода не попадает. Да, также есть полностью все заглушки специальные, которые по такому же принципу. Гермоводы, распаячные коробки, специальные, и вот производство именно Клус, где полностью... Вы берете весь комплект полностью. И еще, я знаю, есть два интересных профиля для потолка. Вот про них расскажите. Это для монтажа в гипсокартон, допустим, в потолок. В потолок или в стены, да. Это делает световые линии, если гипсокартон в потолок или в стенах. Значит, вот этот профиль, он просто идет под шпаклевку. Видите, вот здесь уши, они опущены чуть-чуть пониже основной высоты профиля, и мы их зашпаклевываем. В том случае, когда мы уже его смонтировали, у нас не видно алюминиевой полосы, а видно только световую линию света. Сидет сюда монтаж, и здесь шпаклевка получается. Он требует более подготовленной, квалифицированной рабочей силы. Да. А вот этот более получается. А этот уже не требует более подготовленной рабочей силы. Значит, гипсокартон у нас монтируется до профиля. Это профиль закладная, так называемый. Значит, мы сюда смонтировали гипсокартон, все зашпаклевали, покрасили, провели все работы. Потом у нас есть специальный профиль-вставка, в котором мы уже смонтировали светодиодную ленту, и мы его в итоге просто защелкиваем. Профиль закладную, и у нас уже на потолке, либо в стене будет готовая линия света. Стоимость их примерно одинаковая, да? Тоже полторы скилки? Этот профиль где-то порядка, наверное, полторы тысячи метров, да, выйдет. А здесь полторы тысячи метров будет профиль-вставка, а профиль закладная, она где-то выходит тысячу рублей метр еще, да? Ну, то есть он подороже. Поэтому, если у вас рабочие неквалифицированные... Если ты экономишь тысячу рублей на строителях, тысяча рублей это отдашься технологиями. В чем разница еще основная? Да, хочу показать поближе. Разница заключается в том, что здесь либо есть вот такая вставка, алюминиевая, да, тоненькая. Либо это уже идет полностью без вставки, как будто вот такая. Вот основная разница. Но действительно бессмысленна, потому что разницу отдашь строителям, либо на профиль все равно чудес не бывает, да? Или там, или там, кто заплачивает. Так, отлично. Но в этом профиле он чем удобен? В нем, опять-таки, гораздо легче проводить сервис. Если вы этот уже зашпаклевали, и демонтаж его достаточно сложный, то есть это уже все переделывать, то здесь вы выняли профиль, провели сервис оборудования и вставили его обратно. Давайте по поводу сервиса. Как вот я условно все сделал, да, все замуровал? Или мне нужно что-то оставить? Что мне нужно предусмотреть, если вот я домохозяйка, да, и хочу себе все это дело купить, и у меня вопрос возникает. Нужно ли будет мне что-то менять? Как это происходит? Или бывают ли поломки? Какие бывают? У нас своя фотометрическая лаборатория, где мы тестируем все оборудование, которое приходит к нам на склад, проверяем его качество, чтобы оно соответствовало заявленным параметрам, которые мы требуем. Если не подходит под наши качества, то вся партия полностью заворачивается. То есть у нас на выходе с производства проверка качества идет, и уже при поступлении в Москву товара на склад дополнительно еще проверяется качество оборудования, которое приходит. Поломки, они, конечно, бывают, если взять наше оборудование, это бывает крайне редко. В случае, если монтажники неправильно смонтировали светодиодную ленту, где-то происходят короткие замыкания, то, конечно, она выйдет из строя. Что происходит? Как мы ленту меняем? Нам-то все открывать и менять, по сути, весь вот этот профиль, да? Мы можем вырезать кусок, не обязательно. А, кусок можно. Если у нас перегорел один кусок, это он может быть 5 сантиметров, 10 сантиметров, мы вскрываем алюминиевый профиль, экран, да, там есть специальная линия разреза, мы подбираем такой же кусок, того же артикула и того же бина, тогда у нас не будет отличаться светодиод, независимо от партии. Вырезаем и вставляем его, этот кусочек обратно. Отлично, все продумано. Так, и вот эти вот все конструкции, диммеры и блоки питания, нужно, чтобы монтировать, предусмотреть какую-то зону, где они будут собраны. Их нужно обслуживать, да. В любом случае. Что заключается в обслуживании? Что вы подразумеваете? Ну, во-первых, если у вас блоки питания не герметичные, не IP67, то в них все равно будет собираться пыль. А если собирается пыль, блок греется, пыль не дает ему достаточно хорошо вводить тепло от деталей, и детали начинают перегреваться и выходить из строя. Из-за этого выходит из строя сам блок питания. То есть периодически блоки питания нужно чистить, пылесосить. Чистить, пылесосить. Как компьютер, да? Да, как компьютер. Итого, мы берем вот на светодиодную вот нашу всю линию, да, ищем какой-то блок. Он может быть либо один на всю квартиру, там, или дом в одном месте сводится, либо разные могут быть по зонам, да? Да. И должен быть какой-то ящик. От этого ящика у нас идут провода. Вот вы рассказывали тоже за кадром интересную историю с жильными проводами, да, и говорили о том, что нужно проектировать, ну, понимать, да, вот то, что мы сейчас рассказываем, это нужно понимать не потом, когда он должен все собран, а когда проводится электрика. Да. И понимать это должен не только электрик, понимать, это должен дизайн в том числе, потому что, если он планирует использовать вот все эти технологии современные, изменения цвета, диммирования и все остальное, то есть, ему нужно об этом указать, ну, по крайней мере, знать и указать это на проекте, чтобы электрики заложили, и теперь вам слово, скольки жильные провода нужно закладывать для того, чтобы вот прям по максимуму все использовать. Как правило, наши электрики на подсветку, они закладывают просто обычный трехжильный кабель, а если мы уже устанавливаем светодиодную ленту, где мы хотим изменять цветовую температуру, то нам в любом случае необходимо четырехжильный кабель, и когда вы уже все заложили, зашпаклевали и покрасили, то есть еще одна линия должна быть. Да, должна быть еще одна линия, потому что у нас теплый, холодный и дневной, и кабель управления получается, вот по-любому должно быть четыре кабеля. Если у вас там еще плюс дополнительно цветная лента, да, которая изменяет цвет красный, зеленый, синий, то в этом случае уже получается нужно восемь проводов, чтобы было. И если это все заранее не предусмотреть, то протащить потом дополнительные провода достаточно проблематично и сложно. Поэтому вот на моменте, когда вы либо проектируете электрику, но уже знаете, какая у вас будет светодиодная лента, то лучше, конечно, или проконсультироваться заранее, знает ваш электрик о том, сколько нужно проводов для... Ну, не всегда даже наши электрик заказчики, которые, может быть, даже и не знали, вот сделали вывод, не подписали, а потом дизайнер приходит и сам, не зная, проконсультировался с вами на последнем этапе и думает, о, а мне нужно еще вот менять это все. А уже все заложено, и нужно думать, где просверлить, где как проложить, и начинается вот это вот изменение. Да. Чтобы со светодиодом уже закончить, последний вопрос, очень интересно, вот мы постоянно сейчас говорим о том, что мы меняем температуру, да, вот от холодного к теплому. Да. И это такая прикольная тенденция, да, потому что в зависимости от того, какое у тебя сейчас настроение, да, какое у тебя время дня, ты можешь построить себе разную температуру. Как это физически сделано? Это одна какая-то линия, либо это три линии? Светодиодная лента, которая может изменять цветовую температуру, это светодиодная лента, на которой расположены в ряд три кристалла. Один теплый, холодный и дневной. На одной подложке, да? На одном шлейфе, да. Как здесь, только тройная, да? Да, как здесь, только тройная. То есть это где-то примерно два, наверное, ширина шлейфа где-то два-два с половиной сантиметра. И специальное оборудование, контроллеры, которые будут этим делом управлять. Вот такие или еще одни должны быть? Они будут немножко больше размером, они будут примерно вот такие. То есть это еще один, получается, блок, который мы ставим вот в дополнение к этим... Нет, вместо вот этого блока мы ставим вот блок, который здесь. А, они заменяемые, да? Да, это просто диммер-включатель, а это будет, он будет изменять и цветовую температуру, будет и диммером, и включателем. Более функционально, ну, немножко дороже, но как бы и функционал ленты другой. Еще один вопрос возник. Если у нас, допустим, есть подсветка, ну, вот, допустим, барной стойки и кухня, и еще свет у нас сделан в шкафу, либо гостиной. Вот, когда мы это все инсталировали, как сделать так, чтобы во всем доме, либо на всем этаже, во всей квартире цвет менялся одновременно, от теплого к холодному? Как они взаимодействуют между собой? Ну, это специальный функционал есть в наших контроллерах, называется синхронизация. То есть вы берете пульт управления, или это у вас будет планшет, смартфон, неважно, или это будет панель настенная, и все контроллеры в одной зоне их синхронизируете. Они передают информацию друг другу по радиоканалу, становятся абсолютно как братья-близнецы и работают абсолютно одновременно. И интенсивность можно светом менять? Все можно делать. Все, они будут, весь функционал одного контроллера будут, все контроллеры будут полностью его повторять. И разъединить их также можно? В любое время, да. Вы захотели, отсоединили какой-то контроллер, поуправляли им отдельно. Если у вас, например, подсветка камина, и вы сейчас хотите вот только управлять подсветкой камина, вы отключили, как бы выбрали этот контроллер, поуправляли, и потом в какой-то момент вам захотелось все привести в один свет. Опять-таки, сделали синхронизацию, это двумя нажатиями на пульте все делается, это очень просто, и как бы никаких проблем нет. Отлично. Есть ли что-то, я-то спрашивал, там, как дизайнер, как пользователь, как человек, который не знаком с этой темой, есть ли что-то еще, что я, допустим, не спросил, но что вы точно знаете, будет полезно, да, как профессионала, что можно еще обсудить? Или все мы, в принципе, обсудили с новыми вещами? Ну, самые основные вещи мы, конечно, с вами обсудили. Главное, что всегда нужно запомнить, что светодиодную ленту нужно охлаждать, и вы не можете в маленький, тоненький профиль, например, поставить светодиодную ленту большой мощности, потому что его просто не хватит тепла отвода. То есть нужно предусмотреть? Нужно предусматривать, да, количество. Куда мы будем закладывать, да? Да, куда мы это будем закладывать, потому что все-таки самый большой враг светодиодов это температура. И если мы это не рассчитали, не предусмотрели, то весь наш проект может выглядеть не очень хорошо. Спасибо большое за консультацию, за такие интересные, честные ответы. Я думаю, что те, кто нас смотрит, если будут какие-то дополнительные вопросы, можно будет оставлять в комментариях под этим видео, спрашивайте. Ребята, эксперты, отличное оборудование. Вот сейчас подумаем, посмотрим уже, как можно применить все это на реальном объекте. И в завершение, наверное, как с вами можно сотрудничать с дизайнером, что для этого нужно делать, работаете ли вы с дизайнерами, как удобнее с вами взаимодействовать, посоветовать людям. Кто заинтересовался также в вас, как в эксперте, которые помогут реализовать проект, что нужно сделать? Ну, мы работаем, конечно, с дизайнерами, для этого у нас есть магазины, которые находятся на Нахимовском проспекте, в Роструэкспо на Фундинской набережной, торговый комплекс «Конструктор». С чем можно приходить, на каком этапе? С проектом. То есть должен быть проект какой-то эскизный. Эскиз, достаточно эскиза, да. То есть на любом этапе мы дизайнеру помогаем, консультируем, подсказываем, даем чертежи, если какие-то ему необходимые, чтобы... У нас есть чертежи всех наших профилей, чтобы это все внести в проект и так далее. Вот этих вот, да, всех? Да. Я как дизайнер, я рисую картинку, которая нравится клиенту, я ему показываю, у тебя будет свет так, ты можешь менять, продаю ему вот эту идею с изменением на различной температуре, клиент говорит, отлично, сколько это будет стоить, как это будет выглядеть, я понял, давайте там смету счет. Я как дизайнер приду к вам в магазин. В магазине у вас продавцы или вы консультанты? Ну, у нас в менеджере консультанты продавцы. Кто сможет порекомендовать? Любой наш сотрудник в магазине может очень хорошо проконсультировать, подобрать все необходимое оборудование. По картинке и по эскизным проектам? Да, нам нужны размеры. Отлично. Размеры и картинка. Супер. Дальше, если я живу там не в Москве, не в Питере, где у вас представители есть? Остараюсь по электронной почте. По электронной почте можно общаться, да? Да, да. Отлично. Вы что делаете? В итоге ваша работа будет, что коммерческое предложение или какая-то спецификация, что это будет в итоге? Что я как дизайнер получу, зачем я пойду к клиенту? Ну, у вас будет коммерческое предложение, где будет прописано все по комнатам, как вы хотите, например, спальня 1, такое-то оборудование. Как вы рекомендуете скорее, да? То есть, как хочу, это у меня уже было на картинке, а как вы рекомендуете это реализовать? Да, то есть, спальня 1, светодиодная лента, артикул такой-то, мощность такая-то, стоимость такая-то. Какое-то обоснование там есть или просто УСНО это можно у вас подключиться? Обоснование будет... Ну, почему именно вот такой профиль, да? не профиль, а лента, допустим, вот такая или вот такая. Если вы нам скажете, что вы хотите, чтобы это было основное освещение, мы вам сразу порекомендуем определенные мощности. И будет прописано, что закарнизная подсветка, основная, как основное освещение, мощность такая-то, световой поток такой-то, как светодиодная лента. И дальше к ней уже пойдут контроллеры, блоки управления, если это надо и так далее. Я, значит, это все беру, иду к клиенту, продаю ему эту идею и, значит, уже у вас закупаем. Кто монтирует? Монтирует наши подрядчики, клиенты-подрядчики или ваши? Можно ли пригласить или как это происходит? В Москве и Санкт-Петербурге мы можем произвести монтаж, в других городах мы не делаем. Но монтаж у нас, конечно, оборудование платное. Понятно. Если вы покупаете оборудование на объект более чем от 100 тысяч рублей и выше, мы делаем два выезда шеф-монтажа бесплатно. То есть приезжает наш человек. Технозор? Да, скажем так, он приезжает, берет вашего электрика за руку, показывает ему, как это все спаять, как это все сделать на каком-то коротком участке, примере. И дальше ваш электрик все это монтирует. И потом второй выезд специалиста, когда он уже полностью проверяет качество работы, чтобы не было нигде утечки электричества, чтобы не было нигде никаких замыканий, то есть он это тестирует, проверяет и выписывает еще плюс дополнительно 3 года гарантии на наше оборудование. Отличная история. То есть мне нужно купить 100 тысяч. Если я покупаю, допустим, на 40 тысяч, могу ли я заказать отдельный шеф-монтаж два выезда? Да, да, шеф-монтаж, если по Москве, где-то составляет примерно 5 тысяч рублей. За один выезд? За один выезд. Вполне разумно, чтобы проконтролировать и понять, что все принимается. Да, но если у вас оборудование на 40 тысяч, то как бы оно сгорит при неправильном монтаже, то... Ну да, будет обидно. Хорошо, спасибо большое. Вроде все обсудили. Будем пользоваться услугами, смотреть, как все работает. Заказываю шеф-монтаж. Мне очень понравилось. Надеюсь, было полезно. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот, давай туда, в самый верх. То есть вот это у нас примерно сейчас, сколько, 19 ватт? 19 ватт. Ярче надо будет? Я думаю, нет. Вот, теперь вот сюда допустим. Вот сюда ближе. Вот как был к вытяжке. Вот это надо убрать, чтобы она нам не было ничего. Но мы же будем димировать ее еще, поэтому нам будет понятно, что мы можем поменьше сделать ее, да? Да, 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 конечно. Поменьше можно сделать всегда. Вот это лучше. Ну да, отлично. То есть в полноценную рабочую, мне кажется, такая зона. Ну можно еще ярче добавить. Здесь поярче хочется, а здесь вот можно поменьше. Сколько это? 19, да? Здесь 19. Ну я же говорю, здесь высота. И за счет высоты получается, что надо ленточку. Ну сюда, наверное, пойдет где-то 24 ватта будет вполне сголовым. Все, вырубаем. То есть 24 ватта нужно? Да. Я еще в бонус-серии хочу отдельно похвалить ребят, потому что подготовились, и подготовились очень хорошо. Свет – это очень такая тонкая материя, потому что каждый ее чувствует и ощущает по-разному. Кому-то нужно очень светло, кому-то нужно потемнее. И очень классная штука, когда есть возможность, да, вот все образцы вот привести и прям показать на объекте. Мы пропагандируем такую же историю, когда мы закладываем, естественно, свет в проекте, но всегда стараемся на стадии уже когда полуготово, да, уже подвести светильнички, и начать включать их, соединять в разные сети и в разные комбинации. И у нас получается благодаря этому много разных вариантов. Дальше клиент живет какое-то время, смотрит и потом выбирает те сценарии, которые нужны. И вот выезд, хочу тоже сказать, что большие молодцы, подготовили такие стенды, подготовили интересный рассказ. И мне кажется, что это отличная история для продаж клиенту, потому что достаточно пригласить дизайнера, специалиста и образцы на объект, провести такую вот экскурсию, показать, и вопросов, мне кажется, не остается, да, что вот эксперты показывают, как нужно делать. Поэтому молодцы.